Приветствую вас. И понимаете, в чем здесь тонкость. Вам уже написали, в принципе, что важно понять причину, по которой мужчина внезапно к вам охладел, но думаю, что если бы ее знали, то, наверное, постарались бы его разрешить и не обратились бы за помощью, собственно говоря, к нам. Поэтому я думаю, что этот вариант мы рассматривать не будем, хотя, безусловно, очень важно, чтобы вы еще раз проанализировали ваши отношения непосредственно перед негативными изменениями для того, чтобы исключить наличие конфликтов. Наличие определенного недопонимания. Наличие скрытых проблем у мужчины, которых вы можете не замечать, но которые влияют на его отношение к вам. И, соответственно, чтобы исключить недостаточную проработку вот этих вот моментов. Потому что, если они есть, то проблема в этом. И, устранив эти причины, решив проблемы, разрешив конфликты и равногласия, вы вернете свои отношения в привычную руку. Если же ничего этого у вас нет и мужчина просто сам по себе ни с того ни с сего начал так себя вести, то это говорит о том, что, действительно, его чувство, публик лиц, действительно, сразу шла. А нового вот именно на замену. То есть, это взаимопонимание, уважение, дружба, партнерские отношения. Ничего этого нет. И мужчина сейчас, он не понимает. Вроде бы он с вами хочет быть. Вроде бы хочет. Но чувств прежних у него нету. Нет. И он уже сомневается, а хочет ли он на ваш ребенок, хочет ли он на свадьбу и так далее. Ему сложнее стало принять решение именно потому, что чувство публик лиц. А может быть, он начал осознавать ответственность за то, что, увы, это не просто увлечение, что это семья, что это нас всю жизнь, что это серьезно, что это, в конце концов, изменит его существование очень сильно. Может быть, может быть, может быть, мой мужчина просто испугался того, что его ждет. В любом случае, вам делать в этом ситуации ничего особенного не нужно. Потому что, что бы вы ни сделали, будет это выглядеть так, как будто вы, простите, добиваетесь его. Как будто вы, простите, боретесь за его внимание. Как будто вы отчаянно пытаетесь сохранить отношения. Ну, как вы говорите, игра в одни ворота. Это означает, что таким своим поведением вы смещаете ценность свою для мужчины. Этого делать категорически нельзя, если вам хочется сохранить отношения. Напротив, хочет он подумать, пусть думает. Только вы тоже времени зря не теряйте. Общайте с другими людьми, с другими мужчинами. Пусть он видит, что вы не собираетесь его бесконечно ждать. Пусть он видит, что вы не собираетесь ставить на себе крест за него. Пусть он видит, что реально может вас потерять. И тогда, если у него есть чувства, но они будут угасаны, произойдет их возрождение. И ваши отношения вернутся в привычное русло, в то, которое было. Потому что мужчина поймет, что не хочет вас верить. До тех пор, пока вы отшаянно боретесь за его внимание, мужчина уверен, что вы его. Что вы от него никуда не денете. То принадлежите только ему. А это, ну никак, никак не является стимулом для того, чтобы что-то для женщин делать. Ведь мужчина по своей сути завоеватель. И если ему не интересно девушку уже завоевывать, по своей натуре, то он терять неинтересно. А вашим молодым человеком именно потому, что он молодой ушел. Именно это и произошло. И теперь вам нужно показать, что нет. Он ошибся. В действительности вас нужно и можно завоевывать. В действительности, вы никогда до конца ему не принадлежали. Просто вы были преданы ему. Пока он был предан. А сейчас он пощапнул уверенность, пощапнул свою преданность вам. Соответственно и вы можете просто пощапнуть свою. Вот только так, через создание для него такого будущего, где вы не с ним. Создание для него реальной вероятности того, что он может вас потерять. И может сохранить ваши отношения. Или показать, что чувств у него больше нет. Ему все равно, что будет с вами и с вашими отношениями. И тогда, чем быстрее вы это поймете, тем быстрее начнет жить дальше. И не будете попросту терять это время на него. А для вас это подходит уроком в том плане, что мужчинам нельзя самостоятельно добиваться. Потому что если мужчина добивается на женщина, он теряет с ней интерес и начинает вести себя пассивом. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучшим. Буду благодарен.